Вот видите, да? Я уже в мокрых макосинах, у меня уже мокрые носки. У жителей этого дома свои приметы. Прошедший дождь, пусть даже и небольшой, к промокшей насквозь обуви. Всё дело в ступенях. Под ясным небом они кажутся ничем не примечательными. Даже видно новые, но в непогоду крыльцо полностью заливает водой. В Алакжане уверены, работы вели непрофессионалы, поэтому и была нарушена технология строительства. Раствор должен накладываться под уклоном от двери и дальше к ступенькам. То есть уровня не было, значит, это ничего не соблюлось. Вот стоит дом у нас, прекрасный дом, сделана плитка. Ну, плитка-то ровная, значит, тоже стоять должна вода. Специально встала, посмотрела. Всё сделано под уклоном. Здесь же каждое крыльцо эксклюзивное. Одно вовсе наклоняется к дверям, у другого ступени разные по высоте, да к тому же и косые. А среди жильцов дома немало инвалидов по зрению. Для них это не только неудобно, но и опасно. Обиднее всего, говорят в Алакжане, что этот странно сделанный ремонт был долгожданным. Совет дома подавал заявку в апреле 2013-го. А после начала работ в мае этого года оказалось, что ещё не раз придётся активистам обивать пороги управляющей компании. В мае вообще-то сломали всё, и месяц вообще не приходили. В июне, когда мы уже опять командой собрались, в июне начали делать. Вот сейчас август, и нам вот всё делают. То дно делают, то тут вот мы выянем, то тут покажем. В буквальном смысле, говорят жильцы, коммунальщики замазывают огрехи. И сразу из-за этого образовываются другие. В Алакжане опасаются, что такая работа над ошибками влетит им в копеечку. Хотя сколько и первоначальный ремонт стоил совет дома не в курсе. Мы всей компанией, с нашего дома, группой, пошли в управляющую компанию. Первый вопрос, который я задала Ермолове Черине Юрьевне, проектно-сметная документация на ремонт, на работу наших крылец есть, она ответила, что она очень дорогая, стоит около 70 тысяч, и мы её не делаем. Я говорю, а как же вы будете выполнять нам работы? А вот когда сделаем, тогда и составим. Сколько будут стоить в конце концов, работы в управляющей компании не могут сказать и сейчас. Нам в техническом отделе пояснили, что отчёты составят в сентябре. Тогда и станет ясна окончательная сумма. Что касается качества строительства, то коммунальщики уверены, всё в порядке. Ведь жильцы подписали акт приёмки работ. Правда, это было ещё до дождей. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев, Новости Вологды.